Мой доклад – это инновационные подходы для регуляции активности жильевого сопряжённых рецепторов, но сам доклад будет немножко шире, чем заявленная тема, именно исходя из того, скажем так, хорошего, высокого тона, который был задан вчерашними докладами. Итак, собственно, начало всего сущего, как мы знаем из теософии, а, собственно, из физиологии и биохимии в какой-то степени из теософии и вышли, это было слово, это была информация. И поэтому фактически ключевым этапом всей жизнедеятельности являются некие сигнальные системы, которые позволяют идентифицировать эту информацию, которая поступает к нам в виде гормонов, ростовых факторов, всевозможных там натриентов и даже достаточно простых регионов. Но, собственно, это восприятие, переработка информации, превращение в клеточный ответ – это вот такая некая глобальная задача мироздания, которая вот сейчас как раз очень интенсивно изучается нашими науками. Безусловно, здесь можно говорить о довольно большом количестве рецепторных, санкционных молекул, которые имеются у нас с вами и у наших всех братьев, там и, соответственно, позвоночных, беспозвоночных. Это так называемое семейство рецепторов, которые сопряжены с гетеротриммерными жидерками. Они имеют такую очень четкую отличительную особенность, об этом мы сегодня, конечно, будем говорить более подробно. Это 7 трансмембранных доменов, в общем, называют гетеротриммерные рецепторы. Их у нас с вами очень много, более 1300 в нашем геноме. К сожалению, большинство являются серотами, но все-таки даже тех нескольких сотен, по которым мы знаем всю информацию, это достаточно, чтобы понять, что ни один маломальски значимый физиологический и биохимический процесс в нашем организме без этих рецепторов не обходится. Наряду с GPCR имеется еще несколько семейств, я не буду сейчас, конечно, их подробно касаться, но, прежде всего, конечно, это рецепторы, имеющие тирозинкиназную активность, то есть рецепторы тирозинкиназа. Самым таким классическим примером является рецептор инсулина, это любимый объект в нашей лаборатории. К сожалению, сегодня я наступаю на себя, я об этом не говорю. И вот все эти рецепторы когда-то должны были возникнуть. Естественно, мы обращаемся к прокариотам, то есть, собственно, к тому, что лежит в самом начале. Хотя, конечно, если вспомнить Севдор Сенчаткачука, он говорил о том, что бактерии гораздо дальше уже эволюционно подвинулись, и еще неизвестно, кто является низшим, кто является высшим, но это уже не суть. Так вот, у бактерий GPCR нет. Исключением являются только бактериальные лапсины, которые регулируются светом, некоторыми, соответственно, химическими агентами, ПАШ. Но по последним данным, хотя вначале все, когда их открыли, считали, что вот это как раз и есть родители GPCR у высших прокариот, но, значит, когда уже начали изучать более подробные, еще в 90-е годы от этой идеи почти, скажем так, отказались. Тогда кто же является, собственно, родителем вот тех GPCR, с которыми мы все живем? И здесь, конечно, наибольший интерес представляют рецепторные гистидин киназы. Вообще говоря, у бактерий имеется много сигнальных систем, и, в общем, я этим довольно подробно когда-то занимался. Более того, десятка различных композиций. Но вот как раз рецепторная гистидин киназа является одним из основных таких классов сенсоров. И что вот здесь четко видно, эти рецепторные гистидин киназы могут иметь очень различную структуру. Ну, вы, наверное, уже увидели, что некоторые из них имеют от 6 до 8 трансмембранных доменов. И сегодня достаточно общепринято является с точки зрения, что именно вот эти, такие вот центрально распороженные гистидин киназы являются родоначальниками наших GPCR. Вообще говоря, рецепторные гистидин киназы имеют еще гораздо более широкие возможности в плане эволюции. Ну, скажем, некоторые из них, как считают, являются родоначальниками рецепторов с гистидин киназной активностью. Они тоже имеют один раз фембранный домен, и, собственно, расположенный в цитоплазме гистидин киназный домен, который у нас с вами стал уже тирозин киназным доменом. То есть гистидин просто поменялся на тирозин. Но там есть по этому поводу четкие объяснения, связанные с кинетикой, с некоторыми сигнальными компонентами и так далее. Ну, а сейчас, собственно говоря, уже поговорим о самих GPCR, которые есть у нас с вами. Ну, во-первых, я уже сказал, это 7 трансмембранных доменов, которые образуют альфа или пи-спирали. И таким образом образуют трансмембранный канал. Это внеклеточные участки, N-танцевой домен, который имеет достаточно различную длину, чаще всего это 15-30 аминогислотных остатков, а также 3 внеклеточные петли, которые соединяют трансмембранные домены. Собственно, как раз все эти участки формируют нечто иное, как некую опознающую поверхность рецептора. Дело в том, что рецептор находится в жутком таком бульоне всевозможных сигнальных молекул. Вы понимаете, что для того, чтобы связать нужную молекулу и сосунуть ее затем уже внутрь трансмембранного канала, как раз там, где находится альфа истерический высокоофильный сайт, и опознать ее, необходимо перебирать миллиарды и миллиарды молекулы, и этот процесс будет заниматься в новом времени. Поэтому система имеет фактически два варианта связанная. Низкоофильная вот в этих внеклеточных участках, то есть мы отбираем из всего компота нужную сигнальную молекулу, а затем уже ее мы, если она действительно удовлетворяет ряду требований, помещаем в альфа истерический сайт, где уже наблюдается высокоофильное связание и дальше идет сигнал. Далее. Вторую часть рецептора представляет из себя цитопразматические участки. Это три цитопразматические петли, причем наиболее такие важные и интересные, это, конечно, вторая и третья петля. Именно они несут основную функцию во взаимодействии и активации гетеродимерных жевелков, собственно, которые являются важнейшими партнерами G50, даже из названия уже следует. Ну и плюс к этому, конечно же, это цитонцевой участок, который имеет массу сайтов по сферированию апсиина и тиамина, кроме этого он взаимодействует с РГС-белками, с адаптерными белками и фактически влияет на то, как после активации рецептора вообще события будут развиваться. Начнется там десинтетизация, данная регуляция или какие-то другие процессы. То есть каждый имеет свою определенную функцию. Теперь, коротко напомню, там цикл активации и GPCR, и гетеродимерных жевелков. Этот цикл был подстроен в Нобелевской премии в 1994 году Ротбелл и Гилман, кстати, Гилман на самом деле является уроженцем Одесса, ну, в общем, затем оказался в Соединенных Штатах Америки, и там великолепно совершенно работали. Вот эти два выдающихся ученых, немножко отличающихся по возрасту, собственно, и актурируют этот удивительный, удивительный по своей простоте и изяществу цикл. Многие из вас, конечно, знают, меня коротко напомню. Итак, на верхней части слайда мы видим неактивный GPCR, который взаимодействует в соответствии с неактивным альфа-бета-гамма-гетеродимерным ЖЭБЕРКОМ. В гуанин-нуклеозид, связывающем с сайте альфа-субъединиции ЖЭБЕРКОМ, локализован гуаназин-дифосфат. Как только органист попадает внутрь этого трансминерального домена в рецепторе и фактически меняет его конформацию, меняется взаимодействие рецептора с гетеродимерным ЖЭБЕРКОМ. Это приводит к снижению аффинности альфа-субъединиции гуаназин-дифосфату. Гуаназин-дифосфат уходит, и с альфа-субъединицией на его место встает гуаназин-трифосфат. В свою очередь, это очень сильно влияет на взаимоотношения альфа-субъединиции и бета-гамма-димера. Их замечательная любовь заканчивается на этом, и, собственно, два этих важнейших компонента сигнальных расходятся между собой. Довольно-таки долго считали, что основную функцию сигнальной транспорции играет альфа-субъединиц. Собственно, даже гетеротриммерные жевелки классифицированы по типу альфа-субъединиц. Но в последние годы, и, собственно, эти работники, даже в 90-е годы, стало понятно, что важнейший здесь играет еще бета-гамма-димер. Он самостоятельный в этом плане. И, кстати, известнейший ученый Деманил, который в первую очередь установил, наверное, не заслуженно все-таки не получил Нобелевскую премию, как раз к разговору, который начал Владимир Николаевич. По идее, наверное, все-таки три человека должны получать тогда эту Нобелевскую премию. После того, как, соответственно, свое дело анти-субъединиц и бета-гамма-димерки сделали, они возвращаются снова в неактивное состояние. Как это происходит? Это происходит с помощью специальных белков, регуляторов жевелкового сигналинга, РДС белков. Первые вес белки были, фактически, в конце 80-х годов, это были аристины. Само название аристин, то есть тот, кто что-то прекращает. Но в дальнейшем, конечно, этих анти-субъединиц-бруковых было одинаково больше, они там обладают различной активностью, ГТФ-обменной, ГТФ-пазмой и так далее. Но самое главное, что они активируют собственную ГТФ-пазмную активность альфа-субъединица. Дело в том, что подавившись и активировавшись ГТФ-ом, альфа-субъединица дальше от него избавиться не может, если ее каким-то образом все-таки к этому не принудить. Вот эти анти-субъединицы как раз, собственно, эту функцию выполняют. А уж у нее, собственно, есть ферментативная активность, она действительно этот процесс реализует. Как только она снова, как только гуанина пройдет связь в следующем сайте, снова оказывается гуаназин дипосфат, она снова всплывает любовью к бета-дамму-димеру, и, соответственно, они снова образуют вот такой неактивный комплекс. А органист по всей этой ситуации уходит из ортистического сайта-рецептора и таким образом система снова готова к предприятию сигналов. Само связывание органиста происходит, как я уже отмечал, внутри трансмембранного канала. На самом деле, конечно, вот здесь я не стал усажнять эти схемы, хотя есть очень много красивых схем. Понятно, что все эти трансмембранные участки совсем не параллельны, они все находятся под определенными углами. Кроме этого, они еще и сгибаются, там, за счет остатка паралина, который фактически рассекает. То есть получается такая сложная порость. Это порость, пока там нет органиста, естественно, занята молекулами воды. И, в общем-то, вся активация рецептора – это битва гормона, битва леганда с молекулами воды, за то, чтобы, соответственно, их вытеснить и связаться с вот этим ортостерическим сайтом, с аккрофином. При таком связи у них происходит изменение, конформация ЖБЛК и, собственно, его дальнейшая активация. В частности, из трансмембранного канала уходит циконцевой участок Альфа с объединением ЖБЛК, который отвечает за его активацию. Учитывая, что более 40% всех лекарств, которые используются сегодня в медицине, в той или иной степени действуют на GPCR, то совершенно понятно, что разработка регуляторов этих рецепторов – это одна из глобальных, фундаментальных задач современной биохимии и фармакологии. И, конечно же, все основные интересы долгое время были сконцентрированы на ортостерическом сайте, то есть как раз на создание таких высокоафинных регуляторов. Дело, что очень плохо. Для того, чтобы создать одно вещество, я вчера об этом говорили, требовались миллиарды долларов и какие-то безумные количества человеку часов работы, поскольку фактически очень часто шли в стесуру. Потом находили какое-то активное вещество, пытались выяснить те или иные фармакофоры, которые ответственны на основании этого делали их аналоги, ну и, в общем, таким образом постепенно продвигались вперед. Но дело в том, что у всех была великая мечта создать четкую, не просто некую такую теоретическую, а четкую совершенно модель рецептора и точно узнать параметры вот этого ортостерического сайта, чтобы идеально подгонять химические молекулы под этот сайт. Но задача эта требовала того, чтобы кристаллизовать сами рецепторы. И, собственно говоря, задача ей была решена, хотя этому предшествовали еще первые исследования по, соответственно, светочувствительному GPCR, атеродопсину. Вот как раз это интересы Михаиловича здесь полностью. Это работа Пальщевского. Но сразу могу сказать, что с атеродопсином сильно повезло. Во-первых, атеродопсина довольно много. Во-вторых, он вообще не очень такой все-таки большой GPCR, я его не оскорбляю, он действительно достаточно просто устроен, функция совершенно конкретная. К тому же он устойчив в среде с детергентами, а это необходимо для выделения рецептора. И вообще он достаточно устойчив и хорошо кристаллизуется. Поэтому, несмотря на то, что работа Пальщевского Горшо была замечательной и потрясающей, но все-таки это был первый такой успех, после которого возникла такая тягостная-тягостная пауза. Действительно, все остальные GPCR сделать так не удавалось. Соответственно, все теоретики, быстренько сразу заинтересовавшись вот этой моделью, начали через нее пытаться, используя так называемые гомологичные модели, создать ортестерические сайты других рецепторов, но и, соответственно, попытаться на этом сыграть и создавать все новые и новые органисты. Ну, кое-что получалось, кое-что нет, хотя я посчитал, где-то около 12 тысяч работ по гомологичному моделированию было буквально за несколько лет сделано. То есть, конечно, все просто дико увлеклись. Но, естественно, шрама и база, чтобы все-таки кристаллизовать другие рецепторы. И тут, конечно, гениальность совершенно появилась двух нобелевских ревьяков 2012 года. Они получили, кстати, Нобелевскую премию по химии. Так это были, соответственно, Брайон Кобилко и Робер Кливковиц. Но основные, конечно, достижения в ранней кристаллизации это все-таки Брайон Кобилко. Какой рецептор они взять? Будущие кардиологами в какой-то степени оба изначально, это тоже довольно такой интересный парадокс, естественно, они жутко любили адмонологические рецепторы. И поэтому Бета-2 адмонологическому рецептору, скажем так, очень сильно повезло. Действительно, именно его и пытались загестеризовать. Но я вам говорю о том, что очень много имеется проблем для того, чтобы это сделать. И что только они не придумывали. Это соответственное создание всевозможных мутантных форм, более устойчивых. И добавление холестерина в среду выделения. Таким образом, как раз создавался комплекс между, что имитировалась, в общем-то, пазматическая мембрана, это стабилизировало рецепторы. Кстати, это вот этот разговор, который был вчера с Борисом Сарамоновичем по поводу влияния гидрофобной фазы на ионные каналы. Здесь та же, собственно, история и также реализуется. Далее, значит, блокировались бикозильные фосфатные группы, что совсем было, конечно, гениально. Значит, два таких гениальных вообще открытия, которые полностью все решили. Это были, соответственно, разработаны антитела, которые специфично связывались с различными участками рецептора, таким образом стабилизировали их структуру и способствовали кристаллизации. Плюс к этому вторая очень гениальная находка – это то, что внутрь этого рецептора, соответственно, ставился агонист, который таким образом сковывал вот эти физический сайт, то есть как бы цементировал его. Это тоже не позволяло вот этим трансмембранным каналам гулять, как, к сожалению, было до этого, и это мешало кристаллизации. Таким образом, был кристаллизован бета-2 адреномический рецептор, это была потом дана Нобелевская премия, но тут-то все и началось. Как только удалось кристаллизовать один рецептор, начали кристаллизовать рецептор за рецептором. Причем самое парадоксальное, что вот этот раввин, она все усиливается и усиливается. На сегодняшний день известно более 30 уже GPCR, по которым имеются кристаллические структуры. А теперь небольшой вариант связанный с КПД подобных исследований. Вот посмотрите, я здесь просто привел некоторые примеры. Когда уже был кристалл, и стал понятен пост-истерический сайт, как он выглядит, то, естественно, появилась возможность сконструировать химические молекулы, которые туда будут помещены. И вот оказалось, что 6 из 25 таких молекул в случае бета-2 адреномического рецептора оказались периодически активными. Вы также увидите, что эта активность достаточно высокая, а ведь до этого это были десятки и сотни тысяч веществ и десятки и сотни тысяч исследователей, которые все это делали. Вы посмотрите, какое высокое КПД было показано для гистаминового рецептора. Из 26 веществ 19 были активные, 76%. Ну и, собственно говоря, после этого началась настоящая эйфория. Стало понятно, что теперь можно для любого рецептора, как только у него будет известна кристаллическая структура, создавать соответствующий леганд со всеми заданными свойствами. И, в общем, это фактически лишает работы безумное количество фармакологов, уменьшает количество фармакологических компаний в десятки раз, потому что уже те исследования, которые были до этого, они просто становятся ненужными. Но, к сожалению, появились очень многие другие проблемы. Дело в том, что вот эти ортостерические леганды, как, в общем, наверное, любые препараты, естественно, имеют массу побочных эффектов. Я сейчас не буду останавливаться, можно прочитать отдельную лекцию по побочным эффектам, которые я имею. В частности, главный из них, это, конечно, десинтетизация рецептора, таким образом резистентность данного рецептора к данному организму. Но все это требовало создания других регуляторов, других типов соединений, которые могли бы активность GPCR каким-то образом модулировать или регулировать. И сейчас я как раз расскажу более подробно об одном классе подобных регуляторов, которые сейчас очень интенсивно разрабатываются, в том числе и в нашей лаборатории. Это ортостерические регуляторы. У рецепторов, помимо вот этого высокоапинного, легандосвязывающего сайта, который находится в трансмембранном канале, имеется довольно много ортостерических участков, которые, естественно, также способны регулировать его активность. Классификацию этих сайтов, опять-таки, можно этим заниматься довольно долго, я давать не буду. Скажу только, что нас интересовали те сайты, которые находятся в цитопразматических участках рецепторов, как раз вторая, конечно, третья петля, а также в интерфейсах этих участков с трансмембранными участками. А также здесь хочется сразу отметить еще такой парадокс. Я вам говорю о том, что в большинстве GPCR имеется маленький концевой домен и ортостерический сайт в трансмембранном канале. Но есть небольшое семейство GPCR, для нас очень интересное, их относится к так называемому А-семейству GPCR, которые имеют, наоборот, гигантский додомен, то есть это вообще отдельная большая молекула от 400-мембранных остатков, и с ней, собственно, связывается большой, тоже по размеру гикопротеиновый гипофизарный гормон. А трансмембранный канал в этой ситуации остается пустым, свободным. То есть гормон связывается с эфтодоменом, меняет его конформацию, меняет его взаимодействие с внепречными фритами, это активирует рецепторы, но сам трансмембранный канал остается свободным, и вот низкоопильный, скажем так, некий сайд теоретический находится внутри этого трансмембранного канала. То есть то, что во всех остальных рецепторах представляется как ортостерический сайд. И вот как раз появилась такая идея создать низкомолекулярные агонисты, которые будут связываться с трансмембранным каналом, с этим сайтом арустерическим, который там расположен, у рецепторов гикопротеинового гамона. Сначала обратимся к арустерическим регуляторам, которые взаимодействуют с цитопрозматическими гетелями. Здесь безусловно, что не более оптимальная структура это собственно пептили. Какие пептили? Это пептили, которые соответствуют цитопрозматическим участкам соответствующего рецептора. Вы скажете, зачем делать такие пептили, что они дают? Дело в том, что если сразу обратиться к механизму их действия, такие пептили, когда они проникают в клетку, начинают взаимодействовать с комплементарными им участками цитопрозматического коррорецептора. Скажем так, вот эти два участка взаимодействовали между собой, мы синтезировали пептид, который соответствует участку 1, и этот пептид, соответственно, внедряясь в этот цитопрозматический корр, будет взаимодействовать с участком 2, то есть таким образом фактически мимикрирует действия вот этого участка. Это приводит к изменению конформации цитопрозматического корра, к изменению локализации вот этих цитопрозматических участков, и таким образом, во-первых, способны активировать гидротримерные жебелки или их ингибеллы, кстати, тут возможны различные варианты влияний, взаимодействуя с ними и меняя информацию других участков, затем мы заправляем взаимодействие с ними или влиять на, соответственно, активацию этого рецепта органистом, то есть выполнять функцию либо антиагониста, либо инверсионного органиста. Вообще говоря, имеется 3 механизма возможного действия вот этих пептуцинов, кстати, этих 50 пептидов. Причем, во всех этих 3 механизмах необходимо, чтобы эти пептиды проникали в клетку. Для этого пептиды необходимо модифицировать. И один из таких путей это модификация либо участками трансминградных доменов, либо, соответственно, жирно-гислотными радикалами. Но могу вам сказать, что модификация участками трансминградных доменов мы тоже пытались сделать. Это очень сложная дорогостоящая процедура, вообще это очень сложные, скажем так, спирали, там, сплавные массачистки и так далее. Более интересным оказалась как раз модификация гидрокубными радикалами, причем это как наша работа, так и работа наших зарубежных коллег. Второй вариант, если данный пептид является поликатионом. И вот как раз Владимир Николаевич не успел, отвечая из своего доклада, рассказать, поликатионные пептиды, они способны очень хорошо проникать через празматическую мембрану, там есть несколько механизмов, и таким образом оказываются внутри цитопарные. Когда мы начинали свою работу, это еще были начнем от 2000-х годов, мы, собственно, эту модель предполагали как одну из основных, потому что у нас действительно почти все активные гидрокубные радикалы имели поликатионную природу. При этом они проникали через мембрану, способны были активировать жеберки, но этот процесс был неспецифичен, то есть действительно здесь можно было не обязательно брать высокогомологичные рецептные участки, а можно было брать достаточно вариабельные структуры, и все они обрадали зеленой активности. А вот что касается вот такого механизма, то здесь, конечно, речь идет о очень высококомплементальном взаимодействии и абсолютной гомологии пептида тому участку, который, собственно, синтезировал. Более того, в 2007 году мы предложили, а потом это было подтверждено с зарубежными коллегами, идею о том, что данные пептиды могут еще влиять на ди- и олигомеризацию рецепторов, а известно, что ди- и олигомеризация рецепторов является одним из ключевых моментов, определяющих функционально активный GPCR. Итак, данные пептида могут быть как алистеическими полными органистами, собственно, на этом мы сконцентрировали свои усилия, но ряд зарубежных андоров своей основной силой бросили на разработку антагонистов инвестиционных органистов. Сейчас несколько примеров того, насколько эти пептиды могут быть действительно активны. Ну, мне, прежде всего, импонирует работа Калрофана, который очень детально изучал различные участки рецептора гимакинового рецепта и, в частности, смог синтезировать два пептидных аналога, которые были очень эффективны при лечении различных опухолей, в частности, они предотвращали развитие микростаза, увеличивали выживаемость мышей с лимфомами. Чем эта работа особенно примечательна, что актеры синтезировали очень много пептидов. Мы видим, что это пептиды соответствующие различным участкам первой, третьей петли. И самое интересное то, что именно полиметелированные аналоги, то есть те аналоги, которые содержали гидрокоптные артекалы, позволяющие этим пептидам проникать через мембрану, именно эти аналоги обрадали достаточно высокой биологической активности, что, собственно говоря, предвлежалось и нашими исследованиями. При этом сама структура пептида тоже является важной. Мы видим, что даже изменение небольшой структуры пептида, как раз мы видим здесь по активности, 10-й, допустим, был неактивен, приводит к изменению активности пеплюцина. Вот еще несколько примеров, насколько данные GPCR-производные пептида могут обладать высокой биологической активностью. Причем биологическая активность жутко разнообразна. Мы видим, что они могут быть и антагонистами, и органистами. Но это только пример протоазоактивированных рецепторов. То есть они могут быть препаратами для коррекции остеохоронарного синдрома, они могут подавлять медицинсирование рака груди в легкие, они могут быть эффективны для предупреждения тяжелых глиант анкериотитов, они могут быть эффективны для лечения фиброза легких и так далее. То есть фактически это уже работа, которая идет очень интенсивно, и многие исследования не только анализируются уже там в слове фингива показывают там активность внедряются и в дальнейшем уже собственно есть вот как раз у меня переписка идет о клинических испытаниях многих из этих фибруцинов. Что очень ценно, например, они показывают активность при лечении лимфориукозов у детей. На сегодняшний день нет ни одного препарата, который способен предотвращать вот такую патологию. Нами было синтезировано довольно большое количество гиперсиар-кептидов, более 30, но наибольший интерес представляет тези них, которые соответствуют третьей цитопразматической петле рецепторов, которые сопряжены с жестью руками. Это рецепторы, которые опасны активацию админивации плаза. Причем мы довольно много усилий потратили на то, чтобы посмотреть, как модифицировать эти пептиды гидрофобными артикалами. И вот здесь на примере пептида, который соответствует третьей петле рецепторов лимфоризирующего гормона, показано, что активным является либо пептид, который имеет полметат на том конце молекулы, который четко соответствует трансмембранному участку, который с этим цитопразматическим участком соседствует полноразмерным рецептором, это прежде всего шестой трансмембранный домен. Либо если пептид образуется такую шпилькообразную структуру, когда глади канарила, которая находит в центре конца, фактически способна образовывать вот такую петлю. То есть эта петля как бы имитирует петлю в полноразмерном рецепторе. Кроме этого, мы показали, что некоторые из наших пептидов активны в условиях инвива. В частности, наиболее такие показательные данные по пептиду производному рецептору терротропного гормона. Как известно, ТТГ действует на ткани щитовидной железы и усиливает выработку терротропных гормонов, прежде всего качитероксина. И мы показали действительно, что наши пептиды при интернатальном способе введения, также есть данные по другим способам введения, на эффект менее выражен, способны повышать уровень и террорсина, и тиранина. Причем, этот эффект сохраняется на протяжении 3 дней, хотя несколько потом снижается, что очень важно, поскольку активация рецептора ТТГ необходима для того, чтобы закачать йод в щитовидную железу по лечению рака щитовидной железы. Это вообще основное применение именно агонистов рецептора ТТГ. Ну, а теперь обратимся ко второму классу астерических регуляторов. Это те вещества, которые взаимодействуют с трансмембранным каналом, с тем сайтом, который там находится, в рецепторах в гликопределенном доме. Ну, вот то, что я тогда говорил уже более схематично, мы видим астерический сайт, который находится в астердамине, это гигантский астердамин, который там расположен, и мы видим астерический сайт, который находится в трансмембранном канале. Еще раз напоминаю, во всех остальных рецепторах здесь находится высококративный астерический сайт. Безусловно, аппетит, буквально слюна у всех исследователей буквально пошли от того, что они увидели вот такой свободный сайт и начали думать, каким образом можно придумать какие-то элеганты, которые бы с этим сайтом взаимодействовали. Эти работы впечатляют. Я когда только начинал эту тематику, это уже как раз фирма Органом, когда этим занималась, не только Органом, там около 10 фирм этим занимались, меня удивило число соединений, которые были оттестированы, миллион двести тысяч. То есть вот это был такой сделан мощнейший скрининг, сколько он стоит, вот таких вообще-то все ресурсов можно только предполагать. И были, собственно говоря, найдены некоторые химические соединения, которые действительно обладали активностью, как низкомолекулярные элеганты, рецепторов ТТГ и ЛГ, тератрукного ревизионизирующего гормона. После того, как были определены вот эти наиболее интересные вещества, начался синтез их аналогов. Ну, скажем, одно из этих веществ было синтезировано в составе 42 тысяч их аналогов. Из этих аналогов было выделено еще 17. Ну и так далее. Таким образом, постепенно было обнаружено несколько классов химических соединений, которые действительно обладают высоко активностью. Я сейчас приведу данные, где, в общем, получим серьезные результаты. Это, прежде всего, низкомолекулярные антагонисты рецепторов ТТГ и его инверсионные организмы. Почему именно интерес представляет все-таки антагонисты и инверсионные организмы? Больший интерес. Потому что гиперактивация щитовидной железы и ТТГ и, собственно говоря, антитилами, которые стимулируют рецепторы ТТГ, лежит в основе развития и рака щитовидной железы, и, в общем, сопровождает аутоиммунный терроритет, болезнь Грейса. Это, в общем, довольно широко распространенные заболевания, которые, в общем, действительно лечить пока толком не научились. И как раз создание таких достаточно активных агентов, оно, в общем, здесь может очень серьезно помочь. Более того, из них, конечно, разработки органистов, и это вот как раз еще один вариант ауэстерических регуляторов рецепторов ТТГ с органистической активностью применением к тому, что мы делали это эффективно. Но здесь, в общем, их все-таки применимость ниже. Как раз когда мы публиковали свои статьи, многие аттенденты говорили о том, что все-таки, наверное, органисты это не столь интересны, как органисты инвестиционные органисты. Теперь далее. Рецепторы гидонизирующего гамона. На сегодняшний день имеется более 12 классов соединений, которые обладают активностью ауэстерических органистов рецепторов РОП. Что в них особенно ценно, я сейчас еще скажу, когда вы говорите о наших данных. Но среди вот этих всех классов наибольший интерес представляют те наперимединовые аналоги, и в частности золотой стандарт, который был разработан фирмой Органом 4350-и. Мы видим, что этот аналог, действуя на самок-грызунов, вызывает у них овуляцию. Более того, это же вещество достаточно эффективно вызывает овуляцию и у женщин. То есть, фактически, такие препараты могут быть очень востребованы для всевозможных репродуктивных технологий. Мы синтезировали довольно большое количество соединений. Я не буду раскрывать некоторые формы, потому что не все они из них, прямо скажем, еще и опубликованы, тем более запатентованы. Но я просто приведу пример нескольких веществ. Вот, скажем, аналог ТПН-3. Я сразу скажу, что эти номера даже не совсем порядковые норы, потому что у нас их гораздо больше. Это наиболее активные вещества. Мы, как раз, им присваиваем номера. Так вот, собственно, мы видим, что при невышимном введении это вещество, вот эта контрольная группа, которая получала ДНСО, это растворитель, собственно говоря, тены пиамидина, мы видим, что он начинает поднимать орган тестостерона уже через час после введения. В один час было введение, собственно, препарат уже через час мы видим, что орган тестостерона повышается, затем повышается в еще большей степени. хранится довольно длительное время. Но самое интересное, наверное, еще не это. И вообще говоря, интерес кинскомолекулярным организмам связан не только с тем, что вот они при таком варианте введения уже стимулируют стереотегенез, причем как мужчин, так и женщин. Они активно являются еще и при пероральном введении. То есть вот, пожалуйста, вещество ТП-03, мы видим, что, конечно, с небольшим отставанием, что вполне понятно, идет сасывание, также достоверно повышается уровень тестостерона. В этом плане эти вещества, конечно, имеют курсальнейшее преимущество перед сегодня используемыми гонотерапинами, которые требуют, естественно, только интерпретринлярного введения и, кроме того, обладают высокой иммуногенностью, довольно дорогими являются и так далее. Но самое интересное, наверное, является еще и другое. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот у нас вводится вещество ТП-03 к рисунку на протяжении трех дней. И мы видим, что на второй и третий день уровень тестостерона даже фактически более высокий, чем первый. То есть возникает такая синергичность эффекта. Причем, надо сказать, что это не только на этом веществе показано. Вот что происходит в случае количества гонотерапина человека, который также вводится, естественно, как активатор, рецептор ЛГ. Мы видим, что уже в первый день происходит довольно мощной активации. Действительно, по большинству веществ, ХГЧ и вообще гонотерапина превосходят дискоммулекулярные органисты. В первый день первичного введения обычно процентов на 20, иногда даже в 2-3 раза. То есть там вообще, так скажем, разница довольно большая. Но дальше происходят драматические события, которые известны всем медикам. То есть фактически резко начинает идти снижение ответа вследствие данной регуляции рецептора. Ну, собственно, показали. Посмотрите, пожалуйста, уровень экспрессии рецептора витамизирующего гормона в тестикулах. Это контроль, это ТП-03. Практически никакого изменения. Хотя именно этот рецептор является мишенью все-таки действия, скажем так, дискоммулекулярного органиста. Ну и практически полное отсутствие экспрессии в случае соответственного введения хреческого гонотерапина человека. Ну, оставить руки, я сейчас просто уже говорить не буду. Это уже отдельная ситуация. То есть получается, что никакой десинтетизации, такой видимой, по крайней мере, в опозимом в таком периоде, как 2-й суток, да, мы не наблюдаем. В случае хреческого гонотерапина это просто совсем не так. Ну и соответственно, данные соединения могут быть использованы как для лечения пациентов с эндоргенным дефицитом, гипогрантропным состоянием этого мужчин, так и для индукции овуляции у женщин. Кстати, по поводу женщин и по поводу этих препаратов. В чем здесь тоже есть очень большое преимущество. Когда используются гонотерапины, гонотерапин, вообще говоря, активируя рецепт РМРГ, запускает несколько сигнальных аспадов. Это аденивация глазных аспадов, практически сопряженный с рецепт РМРГ. Кроме этого, еще и фосфонинсидный аспад, то есть повышается уровень кальция. Получение кальция приводит затем к выбросу фактора роста эндоделия сосудов и, соответственно, начинается очень опасный синдром гиперстимуляции яичников, который всем медикам хорошо известен. Так вот, в случае применения из партикулярных органистов, но это не наши данные, это данные тех, кто занимается другими классами этих соединений, такого эффекта не происходит. Но это еще не все. Дело в том, что очень часто снижение чувствительности тканей, репродуктивных тканей к гранитропинам связано с тем, что имеется мутантная форма рецептора или нарушается процессинка рецептора. Так вот, эти низкомолекулярные органисты, способные проникать через празматическую мембрану, поскольку они гидрофлобные вещества, достигать соответственно в клетке еще только находящегося на начальных стадиях процессинга рецептора, который в принципе не в состоянии пройти потом к мембране, трансфорцироваться туда, и потому возникает азистентность. Связывается там с ним, а дальше, как у Кобилки-Левковица, стабилизирует его структуру и таким образом способствует трансфоркации мембраны. То есть фактически является ничем иным, вот Юрий Флёдович, я не знаю, здесь, но во всяком случае, а он, фактически является низкомолекулярным шапионом. Кстати, аналогичную стратегию мы сейчас, ну, естественно, мы сейчас это будем изучать очень подробно, хотя эти факты уже по низкомолекулярным органистам показаны для других соединений. Будем изучать на наших. Но что интересно, что мы также будем заниматься этим вопросом, когда речь идет о рецепторе лептинового. Я как раз говорил на физиологическом, соответственно, части нашего совещания об этом, что там тоже лептиновые рецепторы на 95% находятся внутри клетки, очень плохо трансфорцируются, и вот если позволить им это сделать, то, соответственно, чувствительность тканей лептина резко возрастает. Вот там точно такая же стратегия, там маленький лептид, который тоже имеет ряд функциональной группы, который позволяет это сделать. Вот это я рассказал о том, что, естественно, имеется такой большой класс аэстерических регуляторов, которые, в общем-то, являются некой конкуренцией к аэстерическим, точнее, дополнением к аэстерическим регуляторам. Но сейчас в конце я хочу сказать о некоторых очень интересных событиях, которые произошли в области GPCR, которые полностью, вообще говоря, пошатнули все наши представления, которые, в общем-то, по этому поводу имелись, и которые даже я коротко изражу до этого. Ну, во-первых, само название GPCR, G-берок сопряженный рецептор, насколько оно правильно? Еще в 90-е годы, как я вам сказал, были открыты бета-эстин. Это фактически регуляторные белки, которые проектировали передачу сигнала через GPCR. И вначале так и думали. Но прошло несколько лет, и вот как раз благодаря работам Станбельского ряда Левковица, 50% его премии было, наверное, за это, было показано, что, оказывается, имеются еще и так называемые аэстиновые сигнальные пути передачи сигнала в клетку, которые вообще от GPCR не зависят. То есть связывание органиста с рецептором может приводить как G-берок зависимому сигналу, и в данном случае бета-эстин играет функцию просто обыкновенного брокатора этого сигнала, так как передача сигнала через G-стин вообще говорит в виде участия G-бероков. Вообще это было фантастически удивительным. Бесконечно шли по этому поводу дискуссии, как это вообще может происходить, но сегодня это является акцентным фактом. Более того, как часто мы мы знаем, желаем это действительное. Ведь как считали, что, ну вот есть, допустим, активация аденивации клазы, активация фосфоинвеститивного каскада, все замечательно, соответственно, через G-стин, G-бероков. А вот есть еще многие здесь сидят, как раз это изучают, еще так называемый маккинатный каскад, да? И начинали придумывать, а как это маккинатный каскад? Видели, что идет активация маккинатного каскада, начинали придумывать, как он может идти через какой-то путь к G-берку, безумное количество статей, через G-берки, через G-и-о-берки, даже G-12-берки туда пытались привисать, потому что никак не могли объяснить. Оказывается, что вот как раз маккинатный каскад регулируется, это в основном, через Алистиновый путь, а не через G-берки, в большинстве своем. Более того, через Алистиновый путь регулируются многоеонные каналы, фосфотидионные столы для кинатных. И вот эта паротигма упала, но это было еще не самый конец. Вскоре обнаружили еще G-PCR, которые вообще с G-берками не взаимодействуют, то есть у них идеальная гептогеликальная ДОКВР, и даже могут находиться G-берки в комплексе с ними, но никакой функции особенно они не играют, сигналуют исключительно через Алистиновый. Таким образом вообще само название G-PCR подверлось некоторому сомнению. И действительно сегодня нет и так. Это работа с 2007 года, там первые были по этому конкретному конкретному пути идут сигналы, или эти сигналы идут в смешанном виде. Оказывается, это все определяется на уровне органистов. И появилась новая область сейчас в промокологии, которая говорит не просто о создании органистов, скажем, бета-2-адренной рецептора, а о создании органистов бета-2-адренной рецептора, которые исключительно запускают сигнал через Ж-берки или, соответственно, через Алистин. Более того, до этого считалось, что сам механизм достаточно уже вообще последний, 16-й год. Значит, считалось, что механизм с Алистином очень понятный. Ну вот у нас имеется, соответственно, комплекс активированного рецептора с бета-Алистином, там может быть Ж-берок просто так где-то находится, и все замечательно. Сейчас оказалось, что можно активировать Алистин вообще без рецептора, без Ж-берки. То есть Алистиновый путь фактически не в комплексе, а уже в отрыве от Ж-берки, бета-Алистин сохраняет память о своей активации и дальше начинает запускать сигнальные расклады. Это вообще необычная работа, сейчас вот они идут во все. Таким образом мы разбили первую парадигму, что Ж-берки, это вообще-то Ж-берки и поняли, что у нас есть бета-Алистиновый путь. Поэтому кто видит активацию матки на основных раскладов через Вечерписян, насторожитесь, пожалуйста. Это вовсе могут быть ниже руки. Следующая ситуация. Вот представьте себе, пожалуйста, вот у нас клетка. И как нам обычно всегда рисуют и пишут. Активируйся, занялась циклаза. И уровень САМФ повышается во всей клетке. Или кальций повышается во всей клетке. Или еще что-то повышается или понижается во всей клетке. Это же смерть. Это вообще смерть клетки. Это абсурд. Ведь вторичный последний должен меняться локально. Причем локально так, что вкладывать, если эту комнату взять, он должен меняться в моем регуляторе. Но ни в коем случае не там, где сидит Михаил Ильич, например. Потому что неизвестно, чем это все может закончиться. Поэтому сигнальная система должна конкретным образом куда-то передвигаться. То есть предположить нашу великую первоначальную идею, что вот там где-то в мембране все активируется, и пошли волны САМФ, волны кальция идут через эзоритикулы. Ой-ой-ой, какой кошмар. Это ерунда полная. Действительно может немножко что-то повышаться локально. Но это только необходимо для того, чтобы этот комплекс пошел вглубь, и он идет по цитоскелету, как по яйцам. Четко как поезд идет на станцию, допустим, там, не знаю, Сирьки или Комарова, куда мы не купаем. То есть когда кальцовидность, что-то совершенно там же начинается повышение уровня СМФ. Четкая компрометизация. Ведь эти данные получены были еще много лет назад на сперматозоиду. Вы даже себе не представляете, какой градиент САМФ находит в сперматозоиду. Вообще, это интересно. Такая клетка. Я советую всем подниматься вообще вот этими вопросами. Кстати, очень интересно. У нас когда мы сперматозоидами занимались, у нас весь этаж стоял на ушах. Я не знаю, чем вы занимаетесь. То есть все заключается в другом, что там уровень СМФ может меняться на несколько порядков, вот градиентно по вот этому сперматозоиду. Потому что все админивации глаза, а тут еще, оказывается, есть и цитозольная форма админивации глаза. Например, здесь под СМФ сигналом написано. А раньше считали время. Ну, цитозольная, цитозольная. Это не моя тема. Но все-таки, оказывается, они есть ЕДЕ, оказывается, они есть Метакондриев. То есть у нас есть фантастическая машинерия очень четкого, конкретного подъема того или другого вторичного последника в конкретном компакте антиклетки. Дальше. Я уже скоро забыл. Следующая парадигма, которую мы тоже будем разбивать. Значит, все мы привыкли к красивой картинке. Значит, у нас имеется некая мембрана, а потом мы начинаем рисовать, пока хватит нам слайды, да, всякую цепочку из трюков, которые движутся постепенно передом. Ну, можете себе представить реальность эту ситуацию? Пока один трюк найдет другой трюк, это все время, кстати, фотоинтрандукцию так посчитали. Скажите, если бы не было комплексного взаимодействия, да, и вот этого, в общем, мощного комплекса, то мы бы свет могли воспринимать примерно через 15-20 лет после того, как, собственно говоря, сигнал попал. Потому что у нас все разрознено. Все должно быть в комплексе. И оказалось, что действительно это так. Но в данном случае, поскольку я любитель адреневации глаза, у меня, наверное, простят те, кто занимается другими образцами, мы видим, вот, пожалуйста, вот эти аппараты так называемые комплексы. Вы смотрите, кого там только нет. В этом комплексе есть и рецепт, допустим, адренергический, жест белок здесь находится. И сама адреневация глаза. И кроме этого здесь находится претенгиназа С. И претенгиназа А, который активирует адреневация глаза. И здесь еще может находиться и посредиэстраза, и так далее. И все они находятся вместе. То есть это мгновенно, этот гигантский мультикомплекс, как только вы его активируете, все процессы происходят почти четко, синхронно. Это мгновенная перестройка всего комплекса. Это буквально доли-доли секунды, что мы ее наблюдаем. Откуда это пошло? Да от бактерий это пошло. Потому что бактерии в их сенсорных участках имеются. И АЦИ, и ДЦГМФ, и КИФДР, и всевозможные, соответственно, домены, которые все перепутаны. То есть там имеется единая система. Там всего два элемента. Это сенсор и регулятор ответа, кондискрипционный фактор. Здесь то же самое. Вот, весь сенсор. Оказывается, мы ничем не отличаемся. А вот там уже в ЕДЕ регулятор ответа. Скажите, хорошо, в каком это еще ЕДЕ? Как мы туда попадем? Доказывается, что эндоцитозом эти визикулы вместе с этими комплексами движутся к ЕДЕ. Есть другой механизм. Это само ЕДЕ. Он начинает подтягиваться к мембране. И таким образом мгновенно ЕДЕ находится уже в контакте с этим комплексом. Вы даете сигнал, мгновенно активируете комплекс и тут же получаете активацию транспекционных факторов. Все быстро и четко. Опять следующая парадигма валится. Ну и последняя. На самом деле, есть такое жесткое разделение всех легандров на GPCR, которые идут и которые идут не на GPCR. Тоже это совсем неправильно. Дело в том, что вот, я понимаю, что сейчас буквально последняя фраза. Есть, скажем, очень много рецепторов. Это эстрогены, андрогены, тироидные гамоны, которые действуют, как вот всем хорошо известно, все эти курсы помнят, на внутриклеточные рецепторы, поскольку они проникают через мембрану, а тироидные гамоны еще и две даже мембраны. И тогда она вообще в ЕДЕ находится, их рецепторы. И активируют эти рецепторы. Когда все очень хорошо и просто, до некоторого времени было. Но потом выяснилось, что опять-то есть GPCR, которые взаимодействуют с теми же самыми эстрогенами, андрогенами и тироидными гамонами. Эстрогены, андрогены это лет уже десять тому назад было. Более того, оказывается, они могут еще и по-другому действовать. На нерецепторные тирозинкиназы, могут взаимодействовать с клетками в составе комплексов с тироидными гамонами и так далее. То есть оказывается, что вот эти наши парадигмы о том, что вот имеется некий легант, его природа такая, как у нас в учебнике до сих пор написано, и поэтому действовать только на нерецепторе тоже неправильно. То же самое с этим и обратно. Те леканты, которые все время приписывают к GPCR, могут действовать по другим механизмам. И как раз, видимо, Илья Николаевич тоже об этом сегодня начал выпуск, и не было времени, как и у меня. Вот я сегодня что хотел? Я сегодня хотел заражить у вас жуткие сомнения и жуткую вообще революцию в голову от того, что все наши представления о GPCR-системе как наиболее такой консервативной и мощной, они в общем не совсем оказываются точны. А вы представите, сколько можно препаратов придумать, всевозможных вообще подходов придумать, чтобы эту систему регулировать? Это регуляция цепоскелета, то есть куда у нас поедут, соответственно, все наши комплексы. И регуляторы сами вот этих комплексов всяких АКАП, и переключатели, соответственно, вот всех этих сигнальных путей. То есть помимо этих аэстерических регуляторов, которыми мы занимаемся, и ужасно этим, кстати, довольны, несчастны, есть, как раз, еще и много других регуляторов. Так что не все сводится к прямой лобовой, но очень такой, конечно, красивой атаке на аэстерический сайт. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, давайте мы немножко взлупились. Два коротких вопроса, предпочтительно от школьников. Сейчас, секундочку. От школьников есть? От школьников нет. Так, Невальд Тойшкин, подниму. Олег Владимирович, меня ужасно заинтересовало то, что Вы вилонели, потому что вообще это созвучно очень с тем, что в свое время мы с Юрием Викторовичем написали в статье. Действительно, когда идет лобовая какая-то, так сказать, регуляция по одному принципу, ну, холинергический синапс, так вот он холинергический синапс, гормон, так вот он такой гормон и только такая реакция может быть. Так вот, была высказана идея, практически, в общем, подтверждающаяся здесь, о том, что существуют различные уровни и способы регуляции одного и того же сигнала химического, который может выбирать, соответственно, между рецепторами, между разными подтипами рецепторами, между последовательными сигналами, благодаря этому селективно, избирательно действовать на последующие каскады реакций. Вот мне кажется, что это то самое и очень интересно. Спасибо. Я так понимаю, что это был вопрос, но я могу сказать одно. Это не совсем вопрос, скорее вопрос такой, читали ли вы нашу статью и знаете ли вы? Я могу коротко сказать так, что, конечно, вы же все-таки занимаетесь объемными каналами, объемных каналов, на самом деле, все, что я здесь говорю, практически очень... Нет, вам речь шла как раз о метаботропных. Нет, я имею в виду, что объемных каналов, тоже вся эта система очень хорошо работает. Это первое. А второе, маленький такой, тоже короткий момент. Вот когда мы сейчас говорим о бактериальных системах, да, где они сегодня не мог, конечно, но это было 20 лет, все, но в данной дороге. Мы сейчас проверим сегодня, только по этой системе, да, значит, ну, в принципе, можно было бы углублять. Так вот, очень многие механизмы, которые сегодня открываются в бактериальных системах, раньше, кстати, открываются очень более простые. Они потом, позже начинают уже транслироваться и угорят. Это, кстати, очень полезно, поэтому я вам очень рекомендую почитать о потрясающих сигнальных системах бактерий, где очень многие основные принципы заложены и четко у нас все это происходит. Да. Так, Владимир Николаевич. Мой вопрос связан с тем разделом, когда мы говорили о дизайне полифектидов, которые могут быть агонистами и антагонистами. Со времен Фишера и Эрлика мы знаем, что полифектид, полифектидные взаимодействия являются стереохимически зависимыми. Вот во всех этих экспериментах были сделаны контроли с ДН-антиомерными эффектами. Да, безусловно. В данном случае всевозможные из перемешанной последствий, из нарушенной стереохимии эти исследования естественно проводятся. Я могу сказать так, мы-то просто добавили смешанные эффективы, а на Западе специально этим вопросом занимались. То есть что, ДН-антиомерные формы не обладали этими? Ситуация такая. По поводу пара-рецептора, там есть данные о том, что инвестиционный агонист по единению станет нейтральным агонистом. Ну вот такой небольшой клик они видели. Но вообще говоря, очень глобально, они просто видели, что активность, скажем, отсутствует и в общем, они не особенно занимались. Ну вот, собственно говоря, а вообще, если говорить еще, как раз то, что я вас, когда первое, у меня все до сих пор здесь находится, я могу сказать следующее, что ведь очень важно, что говорил Валерий Михайлович, значит, по поводу того, что вот эти поликратионы, они действительно очень активны. Нам все время пришли, вот насколько надо быть очень осторожным, нам все время пришли химики с поликратионными фептидами, которые они, естественно, и собирались использовать, и сейчас, наверное, еще многие пытаются использовать для трансфекции. И вообще, когда мы начали эту работу, не особенно задумываясь о последствиях, а последствия были ужасающие. То есть, когда мы посмотрели, эти поликратионы и фептиды просто добавили их, собственно, в систему, они не специфично, вот, проникнутые фонусы и клетки активировали жидерки. И таким образом оказалось, что сам носитель, соответственно, того, что мы хотим там в клетку, собственно, поместить, оказался пирогически активным. То есть, надо быть действительно очень осторожным в этом плане. Как только вы имеете делать с поликратионов, всегда надо быть очень действительно осторожным. Тем более, что они действуют тоже не только, вот, как бы там, скажем... Стериогемический зависитет. Да, 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 да. Все они могут действовать и на электрические сайты, и так далее. Сигналы электростатические. Да, безусловно. Физика. Абсолютно. Спасибо. Вот видите, я просто в случае, я понимаю, что я заканчиваю. Видите, я просто потому, что насколько действительно наука интересна и многогранна, и вообще, я вас призываю, буквально, немножко сумасшествую в глазах, и буквально сдвинуться во всю эту науку. Потому что она вот дает такие действительно замечательные результаты. И вообще, это потрясающее, даже, я бы сказал, искусство, на самом деле. Да, почему бы они... Да? Я уже не буду... А, вопрос был у вас, да? Да. Ну, я, наверное, пойду выступать сейчас. Хорошо. Так, если... Очень хорошо. Я поставил свой ответ на ответ, Санзерленович. Я? Да. Ну, короткий вопрос. В принципе, я когда-то сам себе предсказал, в многих судьбе, Санзерленович, что-то изменилось или кардинально что-то изменилось в трактовке, в его трактовке по цикламу. Я могу так сказать, что тот великий базис, который он сделал, он абсолютно остался. А, собственно говоря, сам машина и механизм изъинились сейчас кардинально. И современная эта система... Могу признать, к сожалению, что, скажем, обзор, допустим, там, мой собственный обзор 95-го года, уже, в общем, ясно, скажем, очень далек от истины, в связи с тем, что сейчас, естественно, применялось.